Модель для сборки И следующий рассказ Написала Елена Щетинина А называется он Кто убил дракона? Дяденька! Это вы убили дракона? Чумазый карапуз Поддернул спадающие штанишки И засунул в рот палец Дяденька, который был старше малыша Всего на десяток лет Вздрогнул и отошел подальше От огромной туши Ну, это... Да, я... Заикаясь неуверенно, ответил он Подумал немного И сделал еще шаг в сторону Дяденька, вы герой, да? А... Малыш шмыгнул носом и переместил палец поудобнее во рту Ну, это... А... Парень опасливо огляделся по сторонам Вокруг кроме них с малышом никого не было А, ну да, был еще дохлый дракон Дракон лежал на животе, раскинув лапы в разные стороны Глаза его были закрыты Гребень паник А из пасти свешивался огромный фиолетовый язык И он не дышал И даже немного вонял В общем, был мертвее мертвого Парень приободрился Ну, это... А... Я герой А как вы его убили? Малыш явно испытывал недостаток информации Парень мысленно проклял его Ну, взял и убил Прям так, голыми руками? Парень мысленно проклял всю семью мальчика Нет, конечно, малыш Драконов голыми руками не убивают, я... Он лихорадочно огляделся У меня была эта дубинка И схватил валявшийся неподалеку увесистый сук Дубинка! Восхищенно протянул малыш А-а-а Парень потряс дубинкой Борясь с искушением стукнуть ею мальчика Я ею бац, дракона! А он хремся и упал И умер Вау! Малыш был потрясен Парень, надо сказать, тоже Он еще никогда не замечал за собой способностей К такому отчаянному вранью Вот так, малыш Покровительственно сказал он Кушай кашу, слушайся маму И тоже вырастешь таким же сильным Ага Мальчик явно уже обдумывал перспективы своего геройства С минимальными потерями То есть с минимумом съеденной каши И выполненных маминых просьб Парень же справился со страхом И подошел поближе к душе Он уже начал свыкаться с идеей о том, что это он убил дракона И теперь думал о том, как бы это выгодно обернуть Возможно, его сочтут героем Выплатят денежное вознаграждение Нет, это даже не просто возможно А несомненно Скорее всего, его пригласит к себе король И может даже даст какой-нибудь пост при дворе Это было бы весьма кстати и хорошо Король может также выдать за него свою дочь А вот это уже не очень хорошо Ибо дочь короля была уже 40-летней старой девой С глазами на выкате плохой дикцией И скверным характером От своего одиночества она не очень страдала И прекрасно проводила время в окружении фрейлин и мопсов Периодически их веселые девичники содрогали до основания замок и окрестности Хотя Учитывая, что потенциальная невеста раза в два старше потенциального жениха Может быть лет эдак через 5-10 он уже будет свободен С деньгами и титулом Аааа! Кто? Ой, надо же! Ух ты! Это он? Нестройный хор воплей отвлек парня от мыслей о будущем На холм к ним карабкалась целая толпа Местные жители заметили, что у логово дракона что-то произошло И не меньше, чем мальчик жаждали получить информацию Возможно, об этом уже извещенный король, подумал парень И может быть, где-то в этой толпе карабкается и придворный живописец С холстом наперевес, дабы запечатлеть лик героя Парень приосанился, принял героическую позу возле туши И попытался ногой запихать вываленный драконий язык обратно в пасть Дабы не портил вид Толпа вскарабкалась на холм и замерла в изумлении Явно они не ожидали такого зрелища Правда, общую эстетику картины немного портил карапуз В спадающих штанах и со щеками вымазанными вишней Но в дальнейшем это можно было повернуть так Что в облике этого малыша проглядывает светлое будущее этой страны Будущее без дракона, без страха, без опасений Будущее, которое с надеждой глядит светлое будущее Тут мысли парня запутались И он решил прекратить это сложное и неблагодарное занятие Думать Толпа стояла около них, покачивая головами, подсокивая языками И о чем-то в полголоса переговариваясь Наконец народ раздвинулся и вперед вышел кряжистый мужик с окладистой бородой Судя по всему староста деревни «Кто убил дракона?» Степенно спросил он Парень приосанился «Это я» «Ты?» Недоверчиво спросил староста Оглядывая щуплую фигуру и прыщавое лицо героя «Я» Гордо подтвердил тот «Вот этой дубинкой» И продемонстрировал узловатый сук Судя по всему именно сук Сухони слова парня убедили старосту «Это он убил дракона!» Повернулся он к толпе Народ зашумел «Да я!» Провозгласил парень «Я состою в отряде драконоборцев!» Соврал и даже не заметил Народ зашумел еще сильнее Парень довольно улыбнулся Сейчас его поднимут на руки И понесут вниз в деревню Накормят, напоят и пригласят в замок короля Король обнимет его Назовет своим сыном Или братом Ну, неважно Предложит ему земли Подарит замок Может, даже учредит праздник в его честь И тут его мечты снова были прерваны Что-то заставило его прислушаться К тому, о чем переговаривался народ Убил А, вот этой самой дубинкой Герой Да, герой, нечего сказать И что теперь делать? А я откуда знаю? А мне что делать теперь? На моем постоялом дворе Только рыцари-драконоборцы и останавливались Кто теперь на нашу глушь позарится? А мне по гору идти? Да ладно тебе жаловаться Вы их с женой по ночам обкрадывать не забывали Так что в губышке-то у тебя заначка хранится А моя кузница с металлолома Что после них оставалась Еще полгода потом кормилась Сами ж придете ко мне за плугом и подковами Я их вам из чего? Из глины делать буду? А кто теперь наши конкурсы красоты Судить будет? Он ведь самым объективным был Ему-то все равно, кого лопать Лишь бы самые красивые на деревне была А кто теперь наши поля топтать будет? Я уже пожаловался королевскому министру по полям Что у нас дракон в этом году Все пожег и вытоптал Что теперь? Самим с факелами и на лыжах по огородам бегать? Компенсацию-то растратили Да и вообще, если посмотреть, хороший же дракон был Ага, не то что у соседей Там не только огнем сжетно и чем-то вонючим плюется Не плюется, а совсем из другого места Да какая разница А наш даже и не плевался А какие песни по ночам пел Да уж, не хуже, чем лягушки на болоте Ну и как мы теперь без него? Да, скучно будет Бабы, вы что? Что значит скучно? Без дракон мы загнемся, как пить дать? Точно Вы погодите К нам лет десять, как королевская винная комиссия не заезжала Его боялась Теперь нагрянут Мигом все самогонные аппараты конфискуют Да Меня теперь никто не назовет самой красивой Кто теперь скажет, что лучше, кто лучше, я и соседская дура Доченька, ты, ты самая красивая Но без дракона никто не поверит Из толпы протолкалась скрюченная старушка с клюкой Изверг, заорала она Ира такаянный По что нашего дракона убил, чувырла городская? Клюка стукнула парня по уху От неожиданности тот попятился Споткнулся в драконий язык И смачно шмякнулся задом на траву Толпа, угрожающая рокача, приближалась к нему В авангарде были та самая старушка, уже без клюки и полногруды и пейзанка Судя по всему, потенциальная победительница следующего местного конкурса красоты Они угрожающе сжимали и разжимали руки Производя характерные удушающие движения Парень понял, что пришел старина каюк Эй, 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 не надо, залепитал он Я же это, я не это Что ты не это, прошипел кто-то из толпы Я не трогал вашего дракона Ага, ври больше, проскрижетала старуха Правда, 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 я просто мимо шел А тут он лежит, и мальчик спросил, ну я и сказал Зелене, он же, гад, все на ребенка валит Вы ж поглядите, мало того, что дракона ухайдокал Так теперь еще и про ребенка гадости говорит Рокот усилился Судя по чавкающим и стукающим звукам, которые доносились где-то из центра толпы и чуть ниже Народ активно подбирал камни и выдергивал с корнем компактные колючие кустики Может, даже выкорчевывал мелкие пеньки Парень понял, что сейчас его будут бить И даже не ногами, а более твердыми предметами Я не трогал, не трогал, не трогал, не трогал Затараторил он с ужасом, понимая, что правда у него получается менее убедительна, чем ложь Я просто шел, просто шел Драконоборец он Фигов В столбе смачно плюнули Плевок попал ему в лоб Парень понял, что это была просто пристрелка, и сейчас полетит что-то более существенное Он неуклюже вскочил на ноги Я не драконоборец, я никогда не был среди них, нет, ой, я не трогал, я мимо шел И бросился бежать по холму мимо пещеры дракона и вниз к реке луку и дальше Толпа смачно ругаясь, подбрасывая в руках камни, помахивая сущими и постегивая колючими розгами, поспешила за ним вслед За ними неторопливо подергивая спадающие штаны и ковыряя в носу потопал чумазый карапуз Он не волновался, что идет медленно Он знал, что если повезет, то все равно успеет на самое интересное Когда вся процессия скрылась под холмом, огромная туша зашевелилась Дракон шумно вздохнул, потянулся и засунул в пасть отоптанный язык Затем сел и стал разминать затекшие лапы Вот так всегда, пробормотал он Пока не сдохнешь, слова доброго не скажут А тут чуть на слезу не пробило Надо почаще так И хитро улыбнулся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова